Привет, леди и не леди! Мы не встречались в формате антологии ой как долго. Причину вы все знаете, к огромному сожалению причина эта не закончилась. Верим в победу в СУ и славу Украине! А сегодня у нас группа Нирвана. Вы очень часто просили, очень долго ждали, да и я с самого начала канала хотел сделать антологию о Нирване. Задача непростая, так как я группу очень люблю, а хочется ближе к объективности, да и ничего не упустить. Попробую рассказать вам про всех участников, не только о курте. Пристегнитесь, что жжжжжж. Помолясь начнем. Дамы и господа, убийцы гламрока, группа Нирвана. Подробно о 60-х мы говорили в антологии про РХЧП, вот ссылочка. Повторяться я не буду, но есть важная деталь. Перцы росли в орбите LA, крупный мегаполис, и ночные клубы и Голливуд, всякие тусовки, солнце-скейт, прелести жизни. Участники группы Нирвана росли в глуши, абсолютная провинция, прообраз которой мог стать местом событий книги Стивена Кинга или же местом съемок Твин Пикс. Про Абердин, но не тот, что в Шотландии, мы еще поговорим. Сейчас же мы переносимся в 1965 год, по забавному совпадению в Калифорнию. 16 мая у пары хорватских иммигрантов Кристо и Марии рождается первенец. Ему выбрали имя Крист. Комптон – место легендарное, зашкаливающий уровень преступности, и весь возможный трэш сделал этот земной спутник Лос-Анджелеса постоянным лирическим героем гангста-рэп-песен, ну и просто рэп-песен. Однако в далеком 1965 году эти процессы еще не бурлили, и причины будущих несчастья и нищеты лишь копились. Пока что это всего лишь маленький и не самый благополучный город в штате Калифорния. Именно в таком месте родился первый герой нашей истории. Прожив всего год в Комптоне, пара решает переехать в город Сан-Педро. В Сан-Педро находилась большая хорватская община, да и располагается крайне близко к городу ангелов. Тут Крист отметит шестой год рождения перед переездом в Абердин. В 60-х Калифорния все больше укрепляется в статусе столицы люкса, хорошей жизни и надежды. Хочешь стать актером? Едешь в Л.А. Хочешь стать рокером? Тебе в Л.А. Хочешь просто банчить и греться на солнце? Что ж тебе все так же в Л.А.? Поток внутренней эмиграции в Калифорнию увеличивался и суммировался с вполне недурным уровнем внешней эмиграции в данный штат. Как снежный ком, это заставляет экономику двигаться активнее и, конечно, растут цены. Количество людей, имеющих возможность платить много, активно растет, как и мечтающих оседлать капитализм и выиграть пресловутый билет в жизнь. Цены на недвижимость растут как на дрожжах, а спрос и не думает падать. Растут цены на еду, сервисы, одежду. Семья хорватских эмигрантов уже с двумя сыновьями принимает сложное, но вынужденное решение о переезде. Солнечный штат Калифорния сменяется на холодный Вашингтон. Пригород Лос-Анджелеса на глушь в паре часов езды от Сиэтла. Ах, да, для не фанатов географии забавный вам вот факт. Штат Вашингтон находится на диаметрально противоположном побережье в сравнении с одноименным городом и столицей США Вашингтона. Скажем так, Нью-Йорком тут и не пахнет. Уже три раза сказал по-разному слово и город Вашингтон. Очень странно. Но вернемся. Вплоть до 1980 года Крист Новоселич проживал спокойную жизнь интроверта. Очень комплексовал из-за высокого роста в метр девяносто шесть, что мне сложно понять честно. Наверное, сложно быть интровертом, на которого всегда обращают внимание. В этом самом 80-м Крист отправляется на годик поучиться в родную Хорватию. Тогда с США отношения были ок, так что проблем не предвиделось. На исторической родине мальчику стало немного легче, ведь даже родной язык для него все-таки первый именно хорватский. Среди любимых групп парня были Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith и многие другие легенды. В Хорватии же он открыл для себя панк-рок. От известных коллективов, таких как Ramones, Sex Pistols и до локальных югославских бендов. Вернувшись в США, Новоселич начинает употреблять алкоголь и марихуану. В общем, шла жизнь сама собой, и одним прекрасным днем младший брат Новоселича, Роберт, привел в салон красоты матери друга, Курта. 20 февраля 1967 года свет увидел мальчик Курт Кобейн. Или Карт Кобейн, если вы сильно за английский. Родился он в том самом Абердине, штат Вашингтон. Семья классического рабочего класса. Мама официантка, папа механик. Малыш рос очень энергичным, веселым и гиперактивным. С ранних лет проявлял интерес к разного рода искусству. Так он рисовал любимых персонажей из мультиков и кино у себя в комнате. В свою очередь бабушка Ирис Кобейн, профессиональная художница, всячески поддерживала порывы внука. Со слов родных, уже в два года малыш Курт начал петь. Ну, насколько мог, естественно. А в четыре года уже сочинял какие-то песни на пианино и напевал о походах в парк. Мог ли ребёнок в четыре года что-то в буквальном смысле сочинить на пианино? Ну, хрен его знает, правда. Говорят же, что, мол, в пять лет Моцарт уже что-то играл на пианино. Пойди проверь, что он там играл. Наверняка мальчик вполне мог из двух-трёх нот что-то наиграть. Давайте так и будем воспринимать. Чуть позже он активно пел такие песни, как Hey Jude Beat Love, Motorcycle Song, Orlo Gutri и прочую классику такого толка. В общем, мальчик был максимально окружён любовью, заботой и расцветал в этом. Эта сказка длилась до девяти лет. В этом возрасте маленький Кобейн узнаёт о разводе своих родителей. Больше Курт не будет киперактивным. Он радикально меняется и закрывается в себе. Он злится, отрицал, не принимал, стыдился, ненавидел, сокрушался. Думаю, именно эти чувства переполняли девятилетнего мальчика. Разрушилась самая важная для него – институт семьи. Он хотел обычную, именно что нормальную семью. Ситуацию сугубили и дальнейшие события. Каждый родитель нашёл себе нового партнёра, а отец снова женился, несмотря на обещание не жениться вновь. Мачеха Дженни Ветсби, её двое детей, отец и сам Кобейн младший переезжают в новый дом. Представьте этот шок. Ещё двое детей, новый дом, какая-то новая женщина, которая теперь твоя мама. Поначалу всё шло не так плохо. Дженни относилась очень тепло и по-матерински к пасынку, что немного сглаживало удар. Однако, длилось это плато недолго. В январе 79-го года рядился младший брат Курта, Чет Кобейн. Вот это уже окончательно выбило дух. Мальчик и так отрицал эту семью, не считал своей, но стало ещё хуже. Не получая достаточно внимания и исходя из уже имеющихся водных, мальчик сильно обиделся на мачеху. С другой половиной его настоящей семьи дела обстояли ещё хуже. Мать Курта ввязалась в абьюзивные отношения. Однажды мальчик стал свидетелем домашнего насилия над матерью, в ходе которого её госпитализировали с переломом руки. Она стремилась сохранить отношения, из-за чего не стала обращаться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Настоящая катастрофа. Вспомните начало истории о Курте. Мальчик был окружён любовью. Он знать не знал о бытовых проблемах и прочем мусоре жизни. Теперь у него есть дом, полный детей, где всем на него пофигу, по его мнению. Ну и второй вариант с больным дегенератом, избивающим мать. Нехилый контраст с прежней жизнью, не находите? Как мне кажется, тут неплохо подходит аналогия с Шинджи из известного аниме «Эвангелион». Закрытый в себе, нежелающий с кем-то общаться ребёнок, жизненная суета мелькает перед лицом, как плохой фильм. Кобейн продолжает не желать разговаривать со взрослыми. Такой коктейль злости, обиды, апатии и так далее. Не мог не получить выход. Курт начал булить другого мальчика в школе. Возможно, так мальчик привлекал внимание. Возможно, так мальчик выплёскивал эмоции. А возможно и то, и то. Я не знаю. Но как результат, отец и мачеха ведут Курта к специалисту. Вывод терапевта довольно очевидный. Мальчику необходима стабильная обстановка с одной из семей. Или отцом, или матерью. Родные и близкие по обе стороны безуспешно пытались свести родителей Кобейна снова вместе. И в итоге, 28 июня 79-го, мать отдаёт полное опекунство отцу мальчика. Правда, отцу вскоре надоел подростковый бунт Курта. И он просто делегировал воспитание и ухаживание за парнем, друзьям и родственникам семьи. Пока мальчик жил с очень верующей семьёй друга Джесси Рида, он начал посещать церковь каждое воскресенье. Вера и Бог, и религия заняли важное место в его жизни. Отец, видимо, был старой закалки мужик. И старался пихать мальчика во все мужиковые секции. Тут вам и рестлинг, тут вам и бейсбол. Проблема в том, что парню оно нафиг не надо было. Сложно винить отца. Тут ситуация дико сложная. Как мне кажется, он старался как мог и в силу своего понимания и воспитания. Конечно, все эти кружки были не от злобы или желания сплавить парня. Скорее, вечная надежда в стиле, ну может тут ему понравится, может тут он хотя бы найдёт друзей. Вот только он не хотел и не искал этих друзей. Так сложилось, что в школе он случайно подружился со студентом геем. За что парня, естественно, булили. Сам Кобейн говорил, что чувствовал себя вполне комфортно. Ведь думая, что он гей, люди его сторонились. А это его максимально устраивало. Курт также посещал класс рисования, где, среди прочего, любил подливать масло в огонь карикатурками, что триггерили преподавательниц. Тут вам карикатуры на Майкла и на Рейгена. Посещая классы искусства и электроники, мальчик знакомится с Роджером Базз Осборном, гитаристом и вокалистом группы Melvins. Именно Melvins одни из тех, кто заложили фундамент будущего стиля гранж. На день рождения Курта в 81 году дядя спросил его, чтобы он ходил в качестве подарка, велик или гитару. Ответ, очевидно, гитара. Так в 16 лет Кобейн начал учить Star Way to Heaven ледов, потом и Another One Bites to Dust Queen и далее по списку. К слову, Курт был левшой, хоть его и заставляли писать правой. Но вот, играя на гитаре, он дал свободу природе и играл в стиле левши. Роджер знакомит Кобейна с панк-роком и хардкором. Вот оно, долгожданное спасение и отдушина. Посещая панк-рок-шоу в Сиэтле, Курт смог найти своеобразный выход. Наконец-то он может прыгать, кричать, материться и сходить с ума, не вызывая лишний интерес в своей персоне. И что важно, выплескивая весь негатив, который есть на душе. На втором году High School Курт переехал к матери. Тут мое личное мнение. Видимо, матери было не сильно до сына, а ему так было намного комфортнее. Утром ушел, под ночь вернулся, что-то поел и на том спасибо. Зато общаться ни с кем особо не надо, так продолжалось вплоть до последних двух недель обучения. Наш герой решает бросить школу, банально понимая, что сдать выпускной экзамен он не сможет. Мать не осталась в восторге от данного самостоятельного решения и дала ему выбор, либо найти работу, либо свалить из ее дома. Решать особо ничего не хотелось, и вот спустя неделю, возвращаясь домой, он нашел свои вещи упакованными в коробке на улице. Господи, бедный юноша, вдумайтесь, с тех самых девяти лет он чувствовал от семьи лишь предательство. Первое, это сам развод. Второе, конечно же, вторая свадьба отца. Он просто променял меня с мамой. К сожалению, этот образ, эту фиксацию почти невозможно изменить. Мать терпела побои и прочий трэш, не защищая сына от этого мира. Как итог, вполне яркий и кричащий образ, коробки набитые вещами, которые родная мать лично выставила. А ведь Курт очень хрупкий ребенок, ребенок творческий. У таких детей фантазия невероятно богатая, и она сама дорисовывает образы. Любые плохие эмоции и мысли эта фантазия умножает на 100, да и много рисовал Кобейн. Так что эта картина стала для него вполне четким сигналом. Это стало венцом предательства семьи, которая не хотела его слышать. Жить с друзьями, в самых крайних случаях он умудрялся залезть в подвал маминого дома на ночевку. Как вы могли понять, все эти события найдут отражение в песне Something in the Way. Где-то в этом периоде или немного ранее, Курт знакомится с Новоселичем. Крист громко слушал панкуху на втором этаже маминого салона, что и привлекло внимание Кобейна. Просив школу, вскоре Курт создал первую в своей жизни группу. Как и свойственно панку, название группы выбрали Фекалии. Вообще, проект был одним из многих группа по приколу. Частые явления среди друзей и знакомых участников Мелвинс. Состав выглядел так. Курт Кобейн, вокалы гитары. Дейл Кройер, ударник Мелвинс, тут играл на басу. И Грег Хоккенсон на ударных. Они играли каверы на популярные треки, ну и мелькали авторские работы. В частности, играли каверы на Credence Clearwater Revival. Боже, пока выговоришь. В итоге, группа развалилась, но у Курта осталась демка с какими-то записями группы. С этой записью вскоре Кобейн пошел к Кристу. Он месяцами упрашивал, уговаривал того создать новый коллектив. Правда, Новосельич был непреклонен. Даже получив демк, он просто забил на эти самые несколько месяцев и не слушал ее. Однако, справедливость я держала верх. Крист наконец-то послушал эту запись и таки согласился создать что-то совместное. Как мы обсудили ранее, религия засела глубоко в сердце Курта. В период создания нового коллектива он увлекался течениями буддизма и джейнизма. Часто использовал христианские символы в своем творчестве. Название Нирвана берет корни из буддийского концепта. По словам самого Кобейна, свобода от боли, мучений и внешнего мира. Идеология, которая, по его мнению, неплохо переплетается с идеологией панк-движения. Группа начала работу над дебютным альбомом, но трудности не обошли и тут стороной. В группе не хватало ударника. Перепробовали разные варианты разных исполнителей. Однако, все вот как-то не приживалось, но пока и так пойдет. Запись первого альбома шла с трудом, в буквальном смысле. Группа джемила по 5-6 часов, что-то рождалось. На время записи альбома утвердили Чеда Ченнинга на ударных. Сам Курт описывает запись так себе. Складывалось ощущение, что ребят вынуждали звучать как-то гранжево, андеграундно и так далее. Так или иначе, альбом «Блич» выходит 15 июня 89-го года. А теперь почувствуйте всю иронию, к которой мы позже еще вернемся. «Блич» — это буквально отбеливатель на английском. Какой-то бред, да? Но есть контекст. В конце 80-х разразилась эпидемия спида в США. Из-за этого наркоманов просили хотя бы обрабатывать иглы отбеливателем. Курту название показалось вызывающим и броским. Ну и, конечно же, актуальным. Что можно сказать об альбоме «Блич»? В целом и общем, если вы не сильно погружены в творчество коллектива, узнать их на этом релизе будет тяжко. Местами проглядывается будущий стиль группы, в частности, песни «About the Girl». Остальное куда ближе к хэви-металу того периода. Альбом ошеломительного успеха не сыскал, но неплохо продавался среди любителей жанра. Пару интересных историй, связанных с альбомом и первыми выходами в свет группы Нирвана. Фото для обложки альбома сделала тогдашняя девушка Курта Тресси Мерендер. К слову, «About the Girl» как раз об этих отношениях. Правда, сама же Тресси узнала об этом только спустя год после кончины Курта. Многие начали отмечать стиль Кобейна. Описание было примерно такое. Рваные пропаченные джинсы, какие-то кеды, футболка и отвратительный свитер 50-х с геометрическим паттерном. Или геометрическим узором, типа фигурки. Поняли, поняли? Как потом будет комментировать сам Курт, он не закладывал в это особый смысл. Просто для холодного морского климата северо-запада свитер это повседневная одежда. И в этом же вся суть группы, понимаете? Это просто невероятно. Как люди находили самые вычурные объяснения самым обыденным вещам и все это работало. Как бились в истерике Аксели Роузы, завидуя, не понимая успех группы. Да какого хрена три чувака будто прямо с улицы покорили сердца сотни миллионов по всему миру? А ведь и голоса нет, а ведь и музыкального ничего сверхгениального там нет, а ведь и тексты не понять. Эх, ладно, пока закроем тему, обсудим это в конце. Джекл Дина, тогдашний продюсер альбома, выставил коллективу счет в 606 баксов 17 центов за 30 часов студийной записи. Джейсон Эверман, гитарист, который был просто впечатлен демкой группы, решил покрыть их долг. Джейсона на время взяли вторым гитаристом, но носило это скорее характер благодарности, нежели практический. Его имя значится на обложке альбома, правда деньги ему так и не вернули. Однако с лейблом начались терки. Курта бессила, по его мнению, наплевательское отношение с их стороны. Он считал, что альбом недостаточно рекламируют, не вкладываются в промоушен и даже несмотря на тур, Гобейн не был доволен по итогу, что заставляло его грустить. Вспоминайте, очень похожая история произошла с одним из прошлых героев, РХЧП. Я ведь вам не сказал, Нирвану подписал лейбл под названием Саппоп. Это такой локальный лейбл из Сиэтла, который занимался поиском групп в Сиэтле и старался что-то выудить с этого. Так к ним попала и Нирвана. Разумеется, главный пик популярности лейбла связан с успехом наших героев. Ну а дальше волной и Саундгарден, и так далее, и по списку. Оказавшись недовольным стилем ударника Чеда Ченнинга, Кобейн решает, что пора прощаться и приступать снова к поиску идеального кандидата. Вы обратили внимание? Когда мы говорим о смене ударника, решении каких-то вопросов, недовольство лейблом и многое другое, то и дело Курт, Курт, Кобейн, Курт, Кобейн, Курт. Вы можете задать резонный вопрос, а где Новоселич-то? Крис получал кайф от музыки, компании Курта и всего этого. Разумеется, он поддерживал и помогал Кобейну в каких-то вопросах, но очевидно, что локомотивом команды и ее идейным лидером был именно Курт. Новоселич скорее отвечал за семейность, атмосферы в коллективе, ну и какую-то связь с внешним миром. Эдакий переводчик Кобейна, который не с особым рвением говорил с прессой. Так вот, место ударника свободно, а найти ионова не то, чтобы прям просто. Как обычно, послушали ряд вариантов, перебрали и то, и то, и вот этого, пока без результата. База Осборн, кореш коллектива и по совместительству участник Мэлвинс, сказал, мол, паренек тут есть, вполне ничего, у него как раз проблемы с коллективом, очень советую, парня Дэйв зовут. 14 января 1969 года в городе Уэллен, штат Охайо, у учительницы Вирджинии и журналиста Джеймса родился сын Дэйв Грол. Отец Джеймс был очень талантливым публицистом, что часто отмечали. Вскоре семья решит перебраться в Спрингфилд, Вирджиния. В возрасте 7 лет родители Грола решают развестись, малыш растет с мамой. Слава богу, этот развод не был такой же болезненный, как в Чите Кобейнов. В 12 лет начал понемногу учиться играть на гитаре. Пока Дэйв рос, он ходил на тысячи факультативов, поэтому музыка служила хорошим способом отлечься и развеять голову. Он часто собирался с друзьями, играл Джеймил, ловил кайф от жизни в тот самый момент. В возрасте 13 лет наш герой и его сестра Лиза, которая к тому моменту увлекалась Нью Вейвом, поехали на лето к кузине Трейси. Кузина оказалась не промах и познакомила ребят с панк-роком. Те только и успевали открывать рты. Конечно, мальчик 13 лет и девушка 16 сразу прониклись духом и звуком панкухи. Вернувшись домой, Дэйв начал активно слушать все актуальное по части панка и пытаться вникнуть в происходящее. В Вирджине он посещал хай-скул и даже стал вице-президентом класса. Будучи в этой роли, он начал играть панкуху по школьному громкоговорителю в аккурат перед своей речью. Ну просто гений. Но мать заметила курительные увлечения сына, что несомненно начало сказываться на успеваемости парня. Из-за этого было решено перевести парня в новую школу в городе Александрия, соседний город в том же штате Вирджиния. Далее он еще разок сменит школу, параллельно играет в разных коллективах и принимает решение пересесть за ударное. По его словам, он не брал никаких топ-уроков по игре на барабанах. Учился исключительно прослушивая пластинки группы Rush и панк-рок-хиты. По его же словам, услышав альбом 2-1-1-2 группы Rush в 8 лет, это кардинально перевернуло его мировоззрение. Но среди главных источников мотивации и инспирейшена Дэйв отмечает Джона Бонома. Если кто не в курсе, это легендарный ударник группы Led Zeppelin. После смены ряда групп, Грол наконец-то находит серьезный проект Scream. К 1986 году Scream имели неплохую узнаваемость, особенно на локальном уровне. Слушателям полюбились быстрые и жесткие треки панк-коллектива. Как вы можете понять, в свою очередь именно такую музыку и хотел играть 17-летний Дэйв. Лупить, что есть мочи по тем тарелкам и бочкам. Была одна загвоздка. Гролу пришлось соврать о своем возрасте, чтобы ездить в туры с коллективом. А, и да, он бросает школу ради концертов с групп. Scream дали возможность развиваться и поездить как по штатам, так и за границу, например, в Германию. Всего в 18 лет, в 87 году давая турне в Торонто, он сыграл на ударных самим и гип-попом. Честно говоря, фантастика. Будучи участником коллектива Scream, со временем юный Дэйв проникся любовью к Мелвинс и по случаю подружился с коллективом. Как-то во время турне на западном побережье Дэйв гостил у друга База Осборна. Тот, в свою очередь, познакомил его с друзьями Куртом и Кристом и позвал группу Нирвана на шоу Scream. При странных обстоятельствах группа Scream распадается. Там уже дело дошло и до руганий, и до драк. Наш герой явное дело свалил. Но как быть дальше? Примерно с этим вопросом и за советом он обращается к другу Базу. Тот подбодрил парня и сказал, что в целом группа Нирвана как раз ищет себе ударника. Может, стоит попробовать? Он передал номера Кобейна и Новоселище от Гролу. Те созвонились и договорились на прослушивание в Сиэтле. Как далее будет вспоминать Крист, они уже за две минуты поняли, что это тот, кого они ищут. А вот Дэйв о первой встрече отзывается так. Мы оказались в одной комнате. Я представлял себе Нирвану такими психоделы, жесткими, странными чуваками. Но когда их увидел, подумал, а вот этот мелкий и вот этот здоровый хрен? Да идите вы. Ударника нашли. Ура! Правда, Грол попал еще в тучи харду. Как я сказал ранее, Кобейн решил искать ребят серьезнее, чем Саппоп. Вот и начали тратить первое время на прослушивание, продажу себя и поск подходящего лейбла. В итоге они подписались с DGC Records. Очень недурно, учитывая, что это дочерка крупнейшего универсала. Они заключили контракт на выход одного альбома. За две недели до выхода самого альбома, 10 сентября 1991 года, коллектив выпускает лид-сингл для промоушена альбома. На сингл особо никто не ставил, как на что-то великое. Но песня оказалась сотрудником лейбла Драйвовой, поэтому и выбрали Smells Like Teen Spirit для раскрутки грядущего альбома. И вот на этом наша первая часть о группе Нирвана подходит к концу. Что я вам скажу в конце видео. На YouTube подписался, на Instu подписался, на Telego подписался, на TikTok подписался. Все колокольчики поставил, маму на эту херню подписал, подсадил. Если нет, айпишники вычислены. Всех обнимаю, берегите себя и до встречи в новых видео.